Странный сюжет. Его придумал конвей. Называется «Фриз». Хорошо было бы об этом долго говорить, потому что есть очень много интересного. Я сейчас расскажу небольшую часть этой науки, но мне кажется, что даже это понравится. Что я сейчас делаю? Спростую вещь. Напишу несколько единиц и попрошу кого-нибудь написать любые числа. Давайте какое-нибудь число целое? Два. Два. Три. Восемь. Единицы. Мне уже это просто оставили. Так, ну, случайные числа, согласны? А дальше правило такое. Перемножаем вот это, вычитаем единицу и делим на это. Ну, в данном случае делить легко, потому что единица 24 минус 1, это 23. Здесь у нас будет 71, а здесь будет 62. Согласны? Отлично. Теперь здесь перемножаем, получается 115, вычитаем единицу, получается 114, и делим на 3. А разве, а, делим на 3? Да, и делим на 3. Сколько было? 114 разделить на 3. 38. Отлично. 23 умножить на 71 умеете? А, 1633 поделить на... Нет, нет, надо вычесть единицу и поделить на 8. То есть, в принципе, такой. Если у нас есть... То вот сюда надо написать... ВС минус 1 делить на... Да, какой? 1633 разделить на 8, это 204. Сколько? 204, по идее. Так, мы-то проверим, что это получилось. А? Ну, да, и поделить на 8. 23 умножить за 71 минус 1 разделить на 8. Вот, 23 умножить за 71. 24. 204, отлично. Следующее число еще хуже. 71 умножить за 62 минус 1. Это 4401 и минус 9. Нет, не минус 3. Прочитание на 9, это получается 489. Да, 489. Так, хорошо. Теперь давайте... Вот эти числа надо перемножить. 38, 204. Единицу вычесть и на 23 разделить. 24, отлично. Нет, на 23. 38 умножить на 237. 337. Так, вот эти перемножить. 204 и 489. Вычесть единицу и разделить на 71. 1405. А? 1405. Да. Да, 1405. Вот эти перемножить. Единицу вычесть. 337 минус 1405 и разделить на 204. 23, 21. Значит... Ну, господа, теперь вопрос. А почему у нас все делилось? Понимаете, чтобы число разделилось на 204, к этому должно быть причина, правда? Не может просто так число взять и разделиться на 204. И, честное слово, эти числа были написаны абсолютно случайно. Их можно было бы написать во много раз больше. Ну, я ленился, но... Не важно абсолютно. Принцип такой. Если вы вверху пишете единицы... А, кстати, знаете, для чего вы пишете единицы? Чтобы в первый раз разделилось. Потому что если бы я здесь написал на другое число, здесь бы перемножил, могло бы не разделиться. А вот оказывается, что даже не обязательно единицы писать. Но если у вас разделилось в первый раз, то будет делиться всегда. Написать любые две строчки. И если третья строчка состоит тоже только из целых чисел, то и все следующие будут состоять только из целых чисел. Мы хотим, чтобы очередное число обязательно оказалось целым. Так? Замечательно. Как это... Что такое... Вот это, скажем. Оно получается из этих трех, так? Замечательно. Давайте это напишем. У нас есть какие-то числа. А, Б, С. И нас интересует вот это. Правильно? Ну, то есть, на самом деле, нам интересно, чтобы Б, С, минус один делить на А было целым числом. Так? Ну, если вы будете смотреть только на это, ничего хорошего не будет. Важно, что эти числа не просто так получились, а они получились из каких-то. из предыдущих, отлично. Из каких предыдущих? Ну, здесь было какое-то число Х, здесь было какое-то число И, здесь было какое-то число З, согласны? А здесь было какое-то число Т. Отлично. Так, давайте напишем, что такое Б? Папiste давай. А что такое С? С это А научку на Z, минус один делить на Т. Отлично. А вот теперь смотрите, что мы делаем. Вот наше число мы можем списать. Давайте, конечно. Вместо b надо написать xа-1 делить на c на y. Аз-1 разделить на t. Отлично. Надо еще не забыть вычтеть. Ну вот видите, когда вы писали, надо было сообразить, что это получится. Надо стерить это и написать там, где формула все-таки пойдет. Отлично. И все это надо на а. А. Замечательно. И почему же оно разделится? А вы еще можете, да, в связи с этим общим мнением? Ударить, да, мы там не сделаем? Да, вообще если хотя бы. Ну, смотрите. Наверное, имеет смысл все-таки все привести к общему мнению. Раздиться на чистую доску. Еще раз номинации? А. Нет, не нужна еще новая чек-то. А, y, t. Зноминации. Да. Отлично. Ну, надо вскрывать с полки. Вот. Почему же числитель делится на а, y, t? Для начала. Почему он делится на y, t? Понимаете? Потому что у нас есть исходное выражение. В исходном выражении вот это, что было целое, это было целое. Поэтому, когда вы приводите к общему знаменателю, у вас, конечно, на y, t делилось. А почему числитель делится на а? Ну, во-первых, каждая почти все делится на а. Да, 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 да. Вот там есть 1 минус y, t. Почему это число делится на а? А, ну, потому что у нас по исходнику церкви, вот у нас а это y, t минус предыдущее, а, минус 1 минус 1 минус предыдущая. Ну, давайте самое предыдущее тоже как-нибудь обозначим. Напишите здесь букву. Замечательно. И соотношение соответствующее. y, t минус 1 равняется, нет, равняется 0, v, o, умножить на а. Потому что именно это интересно, да? Значит, вот здесь вместо 1 минус y, t разумно написать минус w, a. Давайте напишем. Значит, xa квадрата z минус xa, все понятно, минус z минус w, a. Ну, теперь вопрос. Делится на а? Да. Итак, числитель делится на y, t, числитель делится на а. Следует ли из этого, что делится на произведение? Ну, не вполне. Объясняю почему. Есть такая проблема, а вдруг есть общий делитель. Вот представьте, какое число делится на 6, и оно же делится на 10. Следует ли из этого, что оно делится на 60? Ну, нет, потому что, например, делится, да? На 6 делится, на 10 делится, на 60 не делится. Значит, если бы вы мне сейчас объяснили, почему наибольший общий делитель а и у и наибольший делитель а и т в правильной единице, вот это было бы так здорово. В таком случае число а было бы взаимно просто с этими числами, а в таком случае, если делишься на а и делишься на y, t, то обязательно и на произведение. Итак, почему а и у взаимно простые? Нет, глядя на левую доску, сделать ничего нельзя. Нет, глядя на левую доску, сделать ничего нельзя. Почему у нас взаимно простые числа а и у? И потом точно так же, почему взаимно простые числа а и t? Потому что, как мы видим, есть равенство yt-1, она равна... Харь, вы для себя есть вопрос? Все это правда. Есть такое равенство yt-1 равняется w на а. Да. Получается... Если бы числа а и у имели бы какой-то общий делитель, больше единицы... Да. То что? То тогда бы у нас не должно было быть минус единицы. Конечно, тогда на этот общий делитель делилось бы и w, а, потому что а на него делится, и yt тоже делилось бы. Ну так как тут минус единицы, такого не может быть. Поняли? А, между прочим, даже я вот здесь разбил на два факта, а на самом деле это доказали сразу оба. Потому что здесь написано yt. Понимаете? Если бы yt имела общую делительность с числом а, то в таком случае у нас вот это равенство yt-1 равно дало бы противоречие. Поняли? Значит, взаимно простые. И, значит, доказали. Спасибо. Отлично. Простите, просто внимательно. Это, когда доказательства провели, кажется очень простым. Все легко. А когда смотришь на это в виде делимость-делимость-делимость, то, честное слово, это вызывает ощущение чудо. Правда? Да. Да. Здесь вот эти числа. Придумал это Камбей, замечательный английский математик. Он много чего хорошего придумал.